Реконструкция Михайловской набережной началась. В ближайшие месяцы прогуляться вдоль Аби не получится, но к середине октября появится новый променад с лавочками с современным освещением и деревьями, которые будут отделять пешеходную зону от велодорожки. Как идет реконструкция, увидел Михаил Якимов. Работы по реконструкции набережной начались только вчера, а сегодня здесь уже демонтированы лавочки, фонари и срезана половина асфальта. Вместо старого потрескавшегося покрытия здесь уже совсем скоро появится современная тротуарная плитка и будут оборудованы дорожки для велосипедистов. Проект реконструкции набережной один из самых важных для города, поэтому внимание к работам повышенное. Мы здесь отслеживаем очень четко, ежедневно выезжаем на набережную, то есть у нас здесь уже даже есть музей города Новосибирска, мы договорились с ними, что они нам выделяют целую комнату, так называемый штаб стройки Михайловской набережной, для того, чтобы мы постоянно контролировали, на каком этапе находятся сейчас строительные работы. Подошли к организации работ творчески. Кроме стандартного паспорта объекта, информационный баннер или скорее слоган реконструкции «Здесь строит город». Мы хотели задать уже новый формат ремонтных работ. Мы разработали специальный бренд-бук именно для того, чтобы понимали, что эти работы делает город. Значит, это качественные работы. Реконструкцию проводят экономно. Все, что не пригодится здесь, отправят в другие места отдыха. Например, сцену в парк Первомайский, фонари в Пашино, а лавочки в Троицкий сквер. Брусчатку мы демонтируем, и так как она в удовлетворительном состоянии, для того, чтобы она не пропадала, приняли решение коллегиально о том, чтобы ее применить для благоустройства в одном из парков города Новосибирска. Это будет парк у моря Обскова. Пока по набережной не разгуляешься, но новосибирцы готовы потерпеть. Главное, потом будет лучше. Высказывают предложение. Не хватает просто лавочек, где посидеть. Они бывают все заняты и на той, и на этой. Так что только этого и уровень. Велодорожки, чем они будут хороши, тем, что пешеходам не будет опасности от велосипеда. Потому что скорость-то разная. Детей много гуляет. Так что на дорожке скорость можно больше развивать. До середины октября нижний ярус Михайловской набережной закрыт для прогулок. Тем, кто привык отмечать здесь праздники, как, к примеру, десантники, предложат другие площадки. Так завтра в Центральном парке пройдет концерта для тех, кто служил в ВДВ. Михаил Якимов, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok